Добрый вечер! Время новостей на Орин ТВ. В студии Татьяна Штеллер. В ближайшие 20 минут самые заметные события дня. И вот некоторые темы. Огонь потревожил покои усопших. Сегодня во второй половине дня вспыхнула сухая трава на старом кладбище на проспекте Победы. Буквально в нескольких метрах от СТВ вечный огонь. Какая категория пенсионеров может рассчитывать на перерасчет пенсии за период ухода за детьми? Кому это будет выгодно? И есть ли временные ограничения для его получения? Подробные разъяснения дали в пенсионном фонде. За тишину в Оренбурге и против оглушительного рева моторов. Гонки мотоциклистов стали настоящей болью для жителей города. Чем накануне закончился рейд сотрудников ГИБДД? Разрушающийся дом в центре города. Жители аварийной двухэтажки по улице Кирова добиваются переселения уже не один год. Клубы дыма над могилами. Во второй половине дня арибуржцы стали очевидцами ЧП. Горела трава на старом кладбище на проспекте Победы. Проезжавшие мимо автомобилисты засняли сам разгар происшествия. Едкий дым валил через кладбищенский забор. Огонь потревожил покой усопших. Сегодня во второй половине дня вспыхнула сухая трава на старом кладбище на проспекте Победы. Буквально в нескольких метрах от стылы вечный огонь. Однако сам разрушительный огонь пришел с противоположной стороны. По версии пожарных причиной мог послужить непотушенный окурок и сильный ветер. Несмотря на то, что кладбище давно закрыто для похорон, однако для посетителей открыто всегда. Чтобы справиться с огнем, пожарным хватило двух боевых расчетов и часу времени. Вся трава, вся горящая сухая трава залита водой. Точную причину виновника возгорания еще предстоит установить. Тем временем, когда пожарные еще не успели свернуть рукава, на кладбище появились прохожие. В региональном МЧС уточнили, в результате пожара братская могила неизвестного солдата и могила Леопольда Ростроповича, отца всемирно известного маэстро Мстислава Ростроповича, не пострадали. Выгодно многодетным пенсионерам с маленьким стажем. В пенсионном фонде разъяснили механизм получения перерасчета выплат за период ухода за детьми. Правда, объяснить, почему вдруг возник такой ажиотаж среди пожилых людей, которые одновременно кинулись писать заявление и получать справки в ЗАГСе, не смогли. Возможность перерасчитать пенсию у людей появилась еще в 2015 году, после вступления в силу закона о страховых выплатах. Но наплыв желающих это сделать возник только сейчас. Скорее всего, сработало сарафанное радио. За месяц специалисты пенсионного фонда Оренбурга обработали порядка 15 тысяч обращений. ЗАГС в эти дни тоже работает в усиленном режиме. Пенсионеры оккупируют архив, чтобы получить справки о рождении детей. Это один из необходимых документов для перерасчета. Но в пенсионном фонде предупреждают, он выгоден не для всех. Зависит от количества детей, от его стажа, от заработка, из которого назначалась пенсия, от страховых взносов. Если это один в семье ребенок, то, как правило, это невыгодно менять период работы на период ухода. Размер пенсии получается ниже. Если это двое детей, выгодно чаще всего тем, у кого был небольшой стаж и небольшой заработок. Опять же, суммы могут быть разными. И от 50 рублей, и до 500 рублей. Выгодно бывает и тем, у кого трое и более детей. Чтобы зря не простаивать в огромных очередях, прежде чем заниматься сбором документов и подачей заявления, можно обратиться по номерам горячей линии пенсионного фонда. Они сейчас на экране. Специалисты скажут, на какой перерасчет может рассчитывать обратившийся пенсионер. И стоит ли ради этого тратить время. Полиция примет решение о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя Оренбургской управляющей компании Надежды Маленковой. В нашем распоряжении оказалось уведомление, подписанное временно исполняющим обязанности начальнику МВД России Оренбургская. В частности, сообщается, материалы в отношении директора Оренбургской управляющей компании Надежды Маленковой по факту неправоверных действий, предварительно квалифицируемых по признакам состава преступлений по статье «Причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием» направлены по подследственности в следственное управление Межмуниципального управления МВД России Оренбургская. Это связано с задолженностью Оренбургской управляющей компании подрядной организации ЖУ-9. Будем говорить о том, что на сегодняшний день идет проверка по заявлению заявителя, возбуждение уголовного дела. То есть я думаю, что в любом случае дело будет возбуждено в связи с тем, что там непосредственно имеются все признаки состава преступления именно в отношении руководителя данной управляющей компании. На сегодняшний день рассматривается в арбитражном суде гражданское дело о взыскании 8 миллионов 600 тысяч рублей и готовятся документы на подачу еще искового заявления на 2 миллиона рублей. То есть будем грубо говорить, что задолженность Оренбургской управляющей компании перед ЖУ-9 составляет 10 миллионов рублей. Отметим, ЖУ-9 обслуживала четверть жилого фонда Оренбургской управляющей компании, накопила серьезная задолженность и в мае управляющая компания в одностороннем порядке разрывает договор с подрядчиком, не выплачивая долг. Это произошло после смены руководства и учредителей в Оренбургской. Это было прямое указание нашего, так сказать, нового учредителя. Это Провоторова, Светлана? Ну да, Провоторова. Она же по совместительству заместитель директора Корвяковского, Игоря Вячеславовича. Ну, я точности не знаю, она представляется как частное лицо. По нашей информации, задолженность имеется перед рядом подрядных организаций и сетевых компаний. И образовалась она уже давно. У Оренбургской управляющей компании появились проблемы с ГЖИ. И мы эти вопросы, их как бы закрывали, грубо говоря, ремонтировали подъезды за свой счет, финансировали их. И в конечном итоге мы это все сделали, выполнили и денег не увидели. Работы вы вот эти выполняли, когда сказали, проблемы с ГЖИ по предписанию прокуратуры, я так понимаю? Да, да, да. Мы эти все вопросы решили за свой счет. Имеется задолженность перед другими. Подрядчиками об этом можно увидеть на сайте арбитражного суда Оренбургской области, где именно взыскиваются денежные средства. Тоже в порядке миллионов рублей, то есть нескольких. На сайте арбитражного суда с марта по конец июля этого года было подано 10 тисковых заявлений из ЦИК компании, которые работали с Оренбургской управляющей компанией, но так и не получили свои деньги. Александр Жарков, Сергей Завалишин, Никита Плотников, Орен ТВ. Добавим сейчас и прокуратура проверяет деятельность Оренбургской управляющей компании. Управление жилищно-коммунального хозяйства города направило ведомство материалы, связанные с отказом коммунальной компании обслуживать 200 с лишним жилых домов. Илья Аят, запрещенная на территории отдельных субъектов Российской Федерации, незаконно действовала в Оренбургской области. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту создания религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью. Известно, что псевдорелигиозная организация действовала в области более 10 лет. В соцсетях Илья Аят под девизом «Измени жизнь к лучшему» заявляет о себе как об авторском методе оздоровления организма некоего Фархата Абдулаева. На деле адепты, по данным следствия, попадали под жесткий прессинг руководителей отделений. В области центры были открыты в Оренбурге, Нижнесакмарском, Солилецке, Орске и Осикеевском районе. Группа из 15 человек принимала людей для так называемого лечения и исцеления от различных болезней. Пришедших на прием убеждали отказываться от общепринятых медицинских методов лечения. Обещали очистить от негативной энергетики, и тогда самый тяжелый недуг отступит. Нужно лишь смотреть на солнце, пить аятный чай, к больному месту прикладывать журналы. Естественно, все делалось не бесплатно. По 16 адресам, в том числе и в головном офисе в Оренбурге по улице Орджоникидзе, прошли обыски, изъяты деньги и документы. В Следственном комитете призывают граждан, пострадавших от деятельности организации, либо их родственников, обращаться в ведомство по адресу в Оренбурге, улица Набережная, 25-1. Интернет-сообщество активно делится печальными историями, когда родственники, поверив сектантам, бросали лечение, что приводило к печальным последствиям. И напомним, в области уже не раз возбуждали аналогичные уголовные дела, к примеру, по делу секты Атажалы, также запрещенной в России, больше года дело рассматривалось в промышленном районном суде. В результате организатор группы в Оренбурге получила два года ограничения свободы. За каким опытом съездили? Оренбургская делегация посетила Чебоксары для изучения работы общественного транспорта. Опыт это, конечно, хорошо, но если он действительно положительный. Известно, что столицу Чувашии посетили нынешний начальник управления пассажирского транспорта Дмитрий Анисимов и его коллега, руководитель комитета по имуществу города Дмитрий Цветков, который, к слову, руководил комитетом и в то время, когда с молотка ушло Оренбургское троллейбусное депо на улице Лесозащитной. Обмен опытом между регионами в той или иной отрасли – дело благое. В этот раз представители администрации Оренбурга решили узнать, как удалось выстроить якобы успешную систему пассажирских перевозок в Чувашии. Оформили командировку и отправились в Чебоксары. Тот ли регион для перенятия опыта выбрали оренбургские чиновники? Об этом можно судить, просмотрев сайты и интернет-форумы города Чебоксары. Год назад для столицы Чувашии Питерский институт развития транспортной инфраструктуры разработал реформу, который подразумевает сокращение 21 маршрута и изменение 15. И сразу же в сети появились комментарии от пользователей. Некоторые из них мы не можем озвучить, потому что там присутствует ненормативная лектика. Но некоторые все-таки я прочту. Например, один из пользователей обращается к властям. Пусть сначала введут альтернативу, а потом уже закрывают или закрываются. У нас же рыночная экономика, вот пусть и думают, что делать. Либо следующий комментарий, администрация, вводите уже билет на все виды транспорта, который будет действовать 2 часа для того, чтобы людям не пришлось переплачивать за пересадки. В июле этого года в Чебоксарах состоялись публичные слушания, в которых участвовали местные жители, и они успели на себе испытать все прелести новой реформы. У меня супруга каждый день ездит на Калининский район на работу. Вы хотите, чтобы я пересаживался и платил больше денег? Это два маршрута, которые на сегодняшний день осуществляют перевозку из Финской долины людей в Северо-Западный район, в Ново-Южный район. По всему следованию маршрута есть учебные заведения. Тем не менее, оребургские гости никакого негатива в организации пассажирского транспорта в Чебоксарах не увидели и поделились своими впечатлениями с местными СМИ. Многое для нас было открытием, поскольку в нашем городе муниципальные перевозки осуществляются всего на 11%. Остальную нишу занимают частные перевозчики. В Чебоксарах с нами были предельно откровенны. На все вопросы мы получили развернутые ответы. Мы рассчитываем и впредь, что наши города будут встречаться к общей пользе. Нас по-хорошему впечатлило МУП «Чебоксарское троллейбусное управление». Удивительно, что за пять десятилетий работы предприятие не сдало позиций и продолжает успешно конкурировать на рынке пассажирских перевозок. Это удивительно, учитывая, что ЧТУ работает без субсидий из городского бюджета. А это очень тяжело. Что касается общественного транспорта этой республики, только в прошлом месяце перед сотрудниками ЧУВАШ «Автотранса» удалось частично погасить задолженность по зарплате. Выплатили полностью за май, частично за июнь. 10 миллионов из 20. Возникает вопрос, так ли хорош пример для перенятия опыта. Кто нарушает покой оренбуржцев по ночам, расскажем во второй части программы. Не переключайте, сейчас немного рекламы. Мы продолжаем рассказывать о новостях и вот, что увидите дальше. За тишину в Оренбурге и против оглушительного рева моторов. Гонки мотоциклистов стали настоящей болью для жителей города, чем накануне закончился рейд сотрудников ГИБДД. Разрушающийся дом в центре города. Жители аварийной двухэтажки по улице Кирова добиваются переселения уже не один год. Оглушительный рев мотоциклов ночью стал настоящей болью для жителей города. Причем байкеры гоняют в любое время, дня и ночи, даже там, где совсем недавно установили знаки, запрещающие поездки на мотоциклах после 10 вечера. Из-за роста жалоб от оренбуржцев сотрудники ГИБДД устроили ночной рейд на популярной у гонщиков улицы Солмышской. Наталья Голикова наблюдала, как все происходило. Забава одних взорвать ночную тишину, для других оборачивается бессонницей. Центр города и спальные районы летом превращаются в сплошной мототрек. Администрация города и ГИБДД, которые регулярно получают жалобы от горожан, решили ограничить движение мотохамов в темное время суток, постановив на восьми улицах запрещающие знаки. Но и это не помогло. Каждый вечер, это было и в прошлом году, и в этом году, это просто вот сезон открыт называется. Очень громко звучит, мягко говоря. Просто сейчас жарко, окна все открыты. И просто на этот шум не реагировать просто невозможно. Улица Солмышская особо любима байкерами. Новый асфальт, широкая дорога. С диким ревом они проносятся мимо окон. Именно здесь дорожные полицейские решили ловить любителей запредельной скорости. Дели мотонаряд и участковые, чтобы фиксировать нарушения. Правда, сами байкеры не понимают причину остановки. Я реально даже не знал, что по этой улице нельзя ехать. Чтобы остановить этих нарушителей, полицейскому на мотоцикле приходится буквально преграждать дорогу собой. Двое в итоге останавливаются. Третий байкер, который ехал чуть позади, успевает развернуться и уйти. Такое увидишь не часто. Трайк, трехколесный мотоцикл. Скорость большую не развивает, но двигатель, да и музыку слышно за версту. Мотоциклисты вели себя по-разному. Кто-то спокойно отреагировал на остановку, а кто-то до последнего отстаивал свою правоту. Конец сезона, в последнее время все начинают откатываться. Днем он целый день работает, бедолага, вечером уходит. Пойду-ка я катнусь, пока нет машин. Я уже как один раз на телевидении говорил, это ничего не изменит. Будут ездить еще больше. Это же бунтари. Там, где знаки, постараюсь не ездить. Но это не решит проблему. Мотоцикл со штатным глушителем, он не шумный. Или с нормальным глушителем, если ехать спокойно, шума от него нет. Если не начнут бороться с шумом, то получится, я не знаю, бунт может быть. 6.05 сотня мотоциклов по городу на отсечке. Я думаю, никому не понравится. На Матахамов составлены административные материалы за езду на запрещающий знак и за нарушение тишины и покоя. Уже ясно, байкеры не боятся ни запретов, ни штрафов. Для них главная жажда адреналина. Только статистику эти ребята в расчет не берут. За последние полгода в ДТП два мотоциклиста погибли и 12 получили травмы. Оренбуржцы любят курить кальяны, но их вновь хотят запретить. В 2014 году уже запретили курение с табаком. Правда, заведения быстро переориентировались на якобы бестабачные смеси. И все остались довольны. Но теперь к 2018 году вообще нельзя будет подымить в барах, кафе, ресторанах. А приобрести в магазине кальяны в личное пользование смогут только совершеннолетние. На перевоспитание любителей дыма и не только правительство планирует потратить 3,5 миллиарда рублей. Стратегия ЗОЖ – проект сразу нескольких ведомств Минздрава, Роспотребнадзора, экспертного и научного сообщества. Планируется к 2018 году запретить кальяны в барах, кафе, ресторанах. Но уже понятно, что от подобной инициативы пострадают заведения. Кальяны оренбуржцы любят. А что делать им? Возможности одновременно покушать и приятно провести время не будет. На перевоспитание россиян планируется направить 3,5 миллиарда рублей. Правда, как распределят эти деньги, пока непонятно. На голову падает потолок, а под ногами пропасть. Жители дома 11-Б по улице Кирова, которые год живут в аварийном доме. Опасность подстерегает их изо дня в день. Двухэтажка рушится на глазах людей и местных властей. Несмотря на то, что на руках есть заключение межведомственной комиссии, жители продолжают наблюдать за бездействием городских чиновников. Ничем не приметный двухэтажный дом в центре города. Его не замечают в городской администрации, не слышат и людей, проживающих в нем. С 2011 года жители обивают пороги инстанций. За 6 лет поговорили не с одним представителем власти. Но по сей день люди вынуждены жить в аварийном доме. Протекало оно постоянно и над окном, и весь потолок. Но так как протекало, наверное, ближе и у соседей точно так же, просто-напросто упало около 80 килограммов. Нам сказали даже ЖКХ не заходить в эту комнату, потому что может произойти обрушение. Но закрыта дверь перед жителями не только в этой квартире, но и в ответственных ведомствах. В 2014 году была сделана первая экспертиза. В 2015-м еще одна. Техническое состояние дома эксперты оценили как недопустимое для проживания. К такому выводу пришли и члены межведомственной комиссии, которая обследовала дом не один раз. Хочется задать нашей администрации вопрос, как жить в таких условиях. Вам комфортно в ваших удобствах, в ваших домах, квартирах? Нам не очень, мы не можем здесь жить. Мы боимся за свою жизнь, за жизнь своих детей. В этом доме сменилось не одно поколение. Здесь вместе с родителями и бабушкой детство прошло и у Веры Мертыненко. Однако после рождения ребенка женщина вынуждена была уехать. Не хотят жить в таких условиях и другие жильцы. Но возможность снимать квартиру есть далеко не у всех. Я живу здесь с 1986 года. Дом уже в то время считался как аварийным. И говорили, что его через три года снесут. Но его до сих пор никто не снился. В состоянии двухэтажки ухудшается уже не с годами, а с каждым месяцем делятся люди. И проводя экскурсию по дому наперебой, рассказывают о том, с чем приходится сталкиваться, живя в нем. В управляющей компании на жалобы не реагируют, а в городской администрации пока лишь дают обещания. В доме произошел пожар в 2002 году. После пожара даже вот здесь администрация у нас не сделала ремонта. Вот сами посмотрите, что здесь творится. Все отсыпается, все сыпется. Запах канализации, все идет в подвал. Две недели назад разговаривал с Николаевым. Он просто-напросто отмахнулся. Сначала сказал, будем вас расселять в 18-м, а может в 19-м. Одни оренбуржцы мечтают о переселении, тогда как другие всячески пытаются этого избежать. Платят немалые суммы за проведение независимой экспертизы. Обращаются в суды, будучи уверенными в безопасности своего жилья. Взять, к примеру, дома по переулку Станочному. Почему такие противоречивые ситуации возникают в Оренбурге, продолжаем выяснять. Сколько будет стоить парковка? Через пять дней начнет работу платная стоянка в Оренбургском аэропорту. И теперь прогнозируемые тарифы расходятся с теми, что озвучивались раньше. О суммах, которые придется теперь потратить, пишут сегодня местные информагентства. Чтобы оставить свою машину на сутки, владельцу автомобиля придется выложить кругленькую сумму – 400 рублей. Если вы хотите оставить транспорт на срок меньше 8 часов, за каждый час простое придется отправить в кассу аэропорта по 50 рублей. За припаркованные менее чем на 20 минут машины плата взиматься не будет. Напомним, что для тех, кто любит дешево и сердито, будет функционировать зона бесплатной автостоянки. Конечно, ее территория значительно меньше, а находится от здания аэропорта эта зона дальше. Предусмотрена не только система оплаты услуг стоянки, но и система штрафов. Так, за порчу или утерю парковочного билета из кошелька водителя исчезнет 500 рублей. А если кто-то решит пойти против системы и припарковаться на платной парковке, не заплатив, будет обязан оплатить штраф в размере 2000 рублей. На этом у нас пока все. Следующий выпуск смотрите в 23 часа. Наши новости доступны на 21-м телевизионном канале на сайте Ориндэй, в кабельных сетях R-Telecom, Домру, видеохостинге, Ютуб на официальных страницах ВКонтакте и Фейсбук. Хорошего вечера. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова